Это коммунальное бедствие город угольщиков забудет не скоро. Из-за крупного порыва без тепла осталось больше 200 домов. На ликвидацию ЧС были брошены силы Республиканского управления инженерных защит МЧС. На помощь черногорским коллегам из Хактека пришла сибирская генерирующая компания, которая подарила трубу для замены аварийного участка. Сегодня на заседании КЧС озвучили предварительные итоги расследования причин масштабного порыва. Значительный износ металла магистрального трубопровода в процессе эксплуатации по причине попадания паводковых вод в канал теплотрассы, а также продолжительная утечка теплоносителя, приведшая к заиливанию канала теплотрассы, намокание тепловой изоляции с образованием сплошной коррозии нижней поверхности трубопровода. Проверка показала, собственник прожившего участка компания «Селена», зарегистрированная в Новосибирске. 1 декабря она передала теплотрассу в аренду Черногорскому Хактеку. При этом об опасности порыва Ростехнадзор предупреждал обе организации на протяжении последних трех лет. Сегодня к делу подключилась прокуратура и Следственный комитет. Прокуратурой города Черногорска уже в настоящее время в суд направлено исковое заявление о понуждении администрации города провести ремонт 45 участков тепловых сетей. Аналогичный иск предъявлен по водопроводным сетям. Также иск заявлен к собственнику сетей Казкому ТЭПу и Селени о проведении ремонта принадлежащих ему тепловых сетей. Валентин Коновалов потребовал проследить, чтобы всем черногорцам, дома которых попали под отключение, произвели перерасчет. Кроме того, горожан беспокоят пар, исходящий от места недавней аварии. И надзорным органам, Ростехнадзору и республиканским в плане контроля обязательно надо будет выехать туда, снова осмотреть, чтобы повторно у нас там ничего точно не произошло. А если есть малейшие санкции, что может произойти повторно, то принять, соответственно, примитивные меры. Еще одна важная тема – природные пожары. По оценке экспертов, из-за малого количества снега риск степных палов возрастает значительно. Угрозу, да, пока представляет наличие сухой травы. Ее достаточно много в Алтайском, в Усть-Абаканском районе, и в полях, и вокруг населенных пунктов. По мере оттаивания земли, конечно, да, мы рекомендуем опашку населенных пунктов максимально быстро провести. На особом контроле остается и подготовка к паводкам. Специалисты отслеживают ситуацию в Верховье Хабакана. Ведется подготовка к взрывным работам. Оскар Артамонов, Дмитрий Паршин, РТС.